Здравствуйте! В эфире передача Анатомия болезни. У детей сердечно-сосудистые заболевания могут быть как врожденными, так и приобретенными. Если говорить о врожденных заболеваниях, то они возникают у плода еще в первой половине беременности. Это врожденные пороки сердца. Мировая статистика показывает, что частота рождения детей с врожденными пороками составляет 6-8 на тысячу живых родов. Что же касается приобретенных сердечно-сосудистых заболеваний, то они возникают у детей, как правило, из-за инфекций, которые не удалось вылечить до конца. Что делать, чтобы маленькое сердце не болело? Об этом мы поговорим с кандидатом медицинских наук и с инвазивным детским кардиологом, заведующим отделением детской кардиологии Азербайджанского медицинского университета Эльдуром Имановым. Здравствуйте, господин Иманов. Здравствуйте, добрый день. Почему у маленьких детей развивается сердечно-сосудистая болезнь? И у взрослых мы говорим, что может быть из-за ожирения, из-за неправильного образа жизни, а дети, ну, дети же не входят в эти статистику? Добрый день, все желающие нас смотрят в данное время. Я хотел обсудить очень актуальный вопрос, который вы сейчас у нас задали. К сожалению, как вы высказали, в 1010 больных, то есть 1% нормальных родов врожденными пороками сердца. Почему это происходит в данное время? Полтора года тому назад было известно 14 факторов, которые создают условия, чтобы врожденные пороки сердца появились. В данное время, к сожалению, еще один к ним прибавился. Это ковид. Можно коротко я объясню от этих 14 причин, которые создают врожденные пороки сердца. Для каждой в мире детской кардиологии все литературы, все происходит только на английском языке. То есть это у них культура, это все написано на основании американских, европейских данных. Но есть, у каждой своей страны есть, не записаны свои законы. Например, в нашей стране родов до 18 лет, к сожалению, очень мало. Но в Турции и в других странах, в Ираке, например, неразвитых странах, ассиатских странах, там роды начинают около 16 лет. Это тоже один из факторов врожденных пороков сердца. Пробедительно в нашем стране врожденность роды начинают около после 18 лет. Но до 18 лет первая беременность или поздняя беременность, то после 35 лет это один из факторов врожденного порока сердца. К сожалению, в азиатских странах это очень популярно. Например, в Европе, в Америке эта статистика из 14 факторов состоит в 9 и 10 положении. То есть, если маме меньше 18 лет и больше 35 лет, это первый фактор. Это один из риск-факторов, из больших риск-факторов врожденного порока сердца. Это первое. Второе. Много родственного бракосочетания. Это очень-очень влияет на нашу менталитет, на нашу культуру. К сожалению, родственные браки еще и, к сожалению, их есть. К сожалению. В Европе это нет. В Европе, например, женщины много употребляют алкоголь, есть сигарет. А у нас, слава богу, что уже алкоголь прием, как я вижу, что алкоголь уже, к сожалению, растет, инсиданс пропорциональности употребления. Но сигарет, главное, в нашей стране сигарет употребления женщин очень мало. Это тоже один из факторов. Беременность в первых трех месяцев, беременность, заболевание виральных или бактериальных инфекций. К сожалению, они тоже создают фундамент врожденного порока сердца. К сожалению, много употреблений, лечения больных с бесплодиями. Там еще IVF идет, искусственная беременность, искусственное плодотворение. Лечение мужчины и женщины, чтобы у них плод был нормальный. Вы имеете в виду гормональное лечение? Гормональное лечение, лечение андрологических для мужчин. Еще одну вещь скажу, что врожденный порок сердца не только фактор со стороны женщины, со стороны мужчины тоже имеет очень большой фактор. К сожалению, в нашей менталите, я уже 11 лет в Азербайджане работаю, много что вижу. К сожалению, все говорят, что это вина женщины. Нет. Андрологические проблемы мужчин тоже могут создать, когда они много лечились, поправление своего организма. Может, курили, пили тоже. Да, да. К сожалению, они все создают факторы для врожденного порока сердца. И для мужчин тоже. В позднее время создать семью тоже имеет очень большой фактор. После 40 лет женщин все нормально, но мужчин тоже самый фактор, чтобы был врожденный порок сердца. 14 факторов до сих пор известны. Но, к сожалению, ковид, уже больше одного года пандемии во всем мире происходит. Уже постепенно появляются научные исследования по каждым профилям. А я как детский кардиолог, что мне касается, уже в известных американских журналах появились статьи, что у детей появляются врожденные пороки сердца. Например, один из них расширение коронарной артерии. Левая сторона ЭДЖЕ, которую мы называем, левая коронарная артерия, аневризма создается. И еще одно последнее обследование есть в американских журналах, что во время беременности, если женщина заболела коронавирусом, она один из факторов, что у нее может появиться врожденный порок сердца. И поэтому 14 факторов, плюс уже ковид стало 15. Если у этих при обследовании гинеколога, она мне должен быть очень плотный, гинеколог полностью должен вести собеседование с пациентом до обследования, узнать его, все прошлое, у мужчины урологические проблемы были или нет. Если этот пациент, входив в риск врожденную пороку сердца, эта женщина обязательно должна обследоваться у детского кардиолога после 16-го недели беременности. Потому что мы обследуем интроутробное обследование женщины во время беременности. Мы ставим диагноз врожденного порока сердца, и на основании поставленного диагноза продолжилась эта беременность, стоит или нет. К сожалению, врожденного порока сердца очень много классификаций. 216 типов врожденного порока сердца есть. Это немало, очень много. Например, отрезе трикоспитального клапана, она самоделится на 9 субгруппы. Поэтому очень большая классификация врожденного порока сердца, но это не знает УЗИС-врач, это знает детский кардиолог. И на исследовании внутриутробного беременности женщины мы уже ставим диагноз, что что внутри происходит. На основании этого советуем гинекологам, что эта беременность продолжалась или остановить беременность. У меня такой вопрос. Что делать, если в роду у кого-то был порок сердца? К сожалению, это очень один из 14 факторов, которые входят в клинику обследования женщин, детского кардиолога. Если в роду генетик факторы, это очень важно для нас. Если в роду у них есть какой-то родственник или знакомый или близкий с врожденным пороком сердца, к сожалению, у этой семьи может появиться 30% есть риска, что у них будет врожденный порок сердца. Это немало. И поэтому это одна из 14 факторов, которые создают фундамент в родственном пороке сердца. Семейные и родственные отношения, генетические факторы, социоэкономические отношения, где люди живут. Это очень-очень важные факторы. Например, зональные факторы. В нашей части, в южной части и в северной части республики очень сильно развита процент в родственном пороке детей. Например, в южной части факторы, что у них очень много генетических, в роду генетических расследований. Например, у тети, у сестры, у них родственных отношений очень много. У них был врожденный порок сердца, к шеве это тоже можно. А в северной части там эта радиация, к сожалению, очень много влияет. И, к сожалению, в Азербайджане немало врожденных пороков сердца, к сожалению. А что делать, если у ребенка или врожденная, или приобретенная сердечно-сосудистая проблема? Слава Богу, что в нашей стране уже приобретенная сердечная проблема детей очень-очень уменьшилась. Потому что это очень большая политика их лечить, как надо профилактики. Поэтому это уже пропорциональность приобретенных пороков сердца очень мало. Но врожденные растут. статистика растет. Что надо делать? Надо именно, главное, очень хорошо информировать людей. Родственные браки нельзя до 18 лет. И ранние браки тоже нельзя. Зональные факторы очень нельзя. Питание очень важное. экономическое обследование людей. Постоянно следить за себя. Идти вовремя к врачу. Постоянно следить за контролем. Это очень важный фактор, чтобы врожденные пороков сердца не появились. Но если появились, что будут делать? Это уже надо их лечить. К сожалению, надо лечить. Еще как? Это уже другой вопрос. Мне понравилось то, что вы сказали, что нужно следить за своим здоровьем. У нас, как правило, женщины начинают следить за своим здоровьем исключительно те 9 месяцев, когда они беременные. Как я понимаю, для того, чтобы ребенок родился здоровым, нужно следить за собой всю жизнь. К сожалению. А какие болезни или инфекции могут быть триггерами для сердечно-сосудистых проблем у детей? Системигаловирус, Рубиэлла, в данное время уже ковид, это вирусы, стафилококканно-бактериальные инфекции, стрептококканно-бактериальные инфекции, к сожалению, создают фундамент для проблем у детей, сердечных проблем. А вот эти все инфекции, они лечатся или они на всю жизнь? Не дай Бог, если ребенок заболеет стеломилоговирусом или аденовирусом, у этого ребенка может появиться болезнь кардиомиопатии. Но если этот пациент вовремя обратится к врачу, то есть если родители вовремя этого ребенка относятся к врачу, то мы поможем вылечить этого пациента. Но если это опозначенное состояние или в последних статях принесет лечение кардиомиопатии, чем можно сказать, что нет. А когда вы понимаете, что человек опоздал с этим? Значит, как? Мы это можем сделать при обследовании пациента. Есть начальная стадия. Вот это все на эхокардиографии, на кардиограмме все это мы видим. Начальная стадия. Сужение миокарда, мышечное сердце в норме. Пока у нас нет никаких осложений, с помощью медикаментарных лечений мы можем спасти этого ребенка. Но если уже сокращение сердца уменьшилось, сердце уже увеличилось, расширено, но, к сожалению, тогда уже только помогаем процессу существования всего нашего жизни. Облегчаете просто оставшуюся жизнь. Давайте будем честными. Мы не ходим на чекапы вовремя. К сожалению. К сожалению. Это большая проблема нашего менталитета. Особенно женщины вообще. Мужчины хотя бы за собой следят. А женщины, к сожалению, если реально так говорить, 50 процентов работает, нет времени от работы, 50 процентов домохозяйки. У них нет просто денег на чекапы. Или не обращают себя внимание. А на косметологии, к сожалению, всегда находится определенная сумма. Это самое больное место в моей профессии. На косметологию или в космических магазинах определенную сумму они платят, чтобы купить какие-то косметологические препараты. Или определенную сумму платят для приема сеансов косметолога. Но для обследования себя, как будущая мать, они не считают нужным. Идут в парикмахерскую, платят большую сумму для приема парикмахерской. Но я когда буду мать, может, меня это себе пересмотреть стоит? Когда-то пойду. Когда-то это может быть поздно. К сожалению, это очень тщительная часть нашей профессии. Потому что от матери много чего зависит. Но есть еще один момент. Мы не делаем вовремя чекапы для наших детей. Это другой разговор. Мы думаем, что дети, они просто без всяких болезней. Они не могут болеть. Они двигаются, прыгают, бегают. Но есть какие-то моменты, на которые родитель должен обратить внимание? Обязательно. Какие это моменты? Значит так. Если это ребенок родился в родном пороке сердца. Они хоть в роддоме, хоть в дому. У каждого периода есть определенные нюансы. Чтобы родители обратили на это внимание. Например, после рода уже ребенок пошел домой. Если он принимает грудь матери. Матеря должна обращать внимание, как он питается. Если 5-10 минут. Ребенок без каких-то затруднений. Может питаться грудинным молоком. Это все нормально. Но если он питается всего 1-2 минуты. И устает. Убирает голову. Хочет дышать. Это один из факторов, что у него есть в рожденном пороке сердца. Если ребенок во время питания грудного молока. Старается дышать животом. Это тоже один из факторов. И хоть и с биберон тоже самое. Трудное питание. Если еще. Каждую неделю ребенок должен расти как родился. Минимум за неделю 120-150 граммов. Если вес не пропадает к ему росту. Это один из важных факторов. Там появляется диспропорция недели его к весу. Если на председании 2 недели. Он должен получить 250-300 граммов минимум. 600 граммов за месяц. Это минимальный возраст на родину ребенка для развития. А если он взял всего-навсего 300 граммов. Это один из факторов в рожденном пороке сердца. Это без синюшных детей. А есть еще у нас в рожденном пороке сердца 2 категории. Мы их делим. Синюшные и синюшные. А если ребенок синюшный. Он во времени, когда он плакает. Когда он кричит. Когда что-то делает. У него по краям губам появляется сианос. Синюшная появляется. Около пары фалангов на пальцах. У него тоже появляется синюшность. Уже надо обратить внимание к врачу. Это обязательно. Родители всегда должны обратиться к врачу. Чтобы пересмотреть ребенка. Если врач во время аскультации. И физического обследования ребенка. Найдет какие-то попросительные вопросы к себе. Тогда он пошел к ему детской кардиологу. А то остальное уже наше дело. Кстати говоря о детской кардиологии. Вот мы когда вас представляли. Мы несколько раз упомянули. Что вы именно детский кардиолог. Да. Почему детям не подходит обычный кардиолог. Потому что это совсем другая профессия. Потому что гастроэнтеролог и инфекционист. Они тоже идут с терапией. Но это жадное тоже сердце. Ну это все другая вещь. Это совсем другая наука. Совсем другая профиль. Совсем другое обучение. Чтобы стать детским кардиологом, За границу закончаемся 3 университета. Сначала врач, потом педиатрию, а потом детские кардиологи. Чтобы стать детским кардиологом, то должен минимум обучиться 18,5 лет медицинского обучения. Чтобы стать детским кардиологом. А чтобы быть кардиологом? Нормальным кардиологом, 7 лет медицинского обучения и 4 года общей кардиологии. Мы закончили три университета. Чтобы стать детским кардиологом, то это протокол обучения. У нас в Азербайджане это немножко изменили. Сейчас я в данное время куратор резидентуры Азербайджана обучения детской кардиологии. Шестилетнее медицинское обучение дает вступительный экзамен в резиденту. И 4 года обучения детской кардиологии у меня. Они получат статус, если пройдут экзамены. Если они условно готовы к этой профессии, станут детскими кардиологами. Условно говоря, кардиолог для взрослых может не заметить проблем. Обязательно. И может просто запустить. Без исключения. Как я не могу? Я не занимаюсь инфактами. Я не занимаюсь взрослыми пациентами, потому что не мой профиль. А вы говорите, сердце. Ну, потому что сердце... Тогда, как вам сказать, печень-то уже печень. У детского гипотокса совсем другой, а у взрослых совсем другой. Потому что его болезни, профиль совсем другими, понимаете? Например, взрослый кардиолог занимается дальше появлением проблем с сердцем. Это инфаркты, склерозы, ожирение, то и то. Они не знают анатомию врожденного порока сердца. Это нормальный процесс. А профиль детского кардиолога в данное время состоит из 90% врожденных пороков сердца, 10% преаболевационных сердечных болезней. Это совсем другая наука. Чтобы стать детским кардиологом, мы сначала, когда выступали в резидентуру в Турции и в Америке, сначала учили эмбриологию определенную структуру. Там совсем степ по степ проходит обучение. Ты должен знать, как развивается плод. Обязательно должен знать. В 16-м неделе, как он бывает. В 20-м неделе, как он бывает. В 30-м неделе, как он уже бывает. На основании этого ты уже все знаешь. И на основании этого ты смотришь на сердце, как его анатомию, а не как на 4 камеры. Когда вернулся в Азабайджан, 11 лет тому назад, был один детский кардиолог, который учился за границей. Начал воевать, что не идите к кардиологам. Но стало очень трудно. Я не смог перебарить этого. А мы смотрим. Ну смотри, что ты видишь. Неправильный диагноз пациента приходит к нам. А мы были у другого врача. Он так сказал. А нам что делать? Уже с опоздавшим состоянием приходит к нам, который могли бы мы лечить этого ребенка эндоваскулярным лечением. Он уже опоздавшим приходит. Мы уже вынуждены давать ребенка на открытые кирургические операции. А что делать? Со временем. Это требует времени. Я очень сильно над этим воевал, скучал, волновался. Общался с моими учителями в Турции, в Америке, где я учился. Они скажут, что определенное время надо это пережить. Эту перестройку надо пропустить, чтобы люди поняли, что совсем другая профессия это. Это несравнимо совсем. Это нелегко объяснить. Как я поняла, детский кардиолог, ему намного тяжелее, чем обычному кардиологу. Но еще и тяжелее на приеме. Потому что взрослый человек сидит тихо, выполняет все анализы, которые нужно сдать. А как с детьми? Как проходит обследование? Мой ему с большим работой сложнее, чем с детьми. Например, приходит пациент с эффектом. Я просто видел этот прием, у него там большой ажитаж, умираю, помогите, спасите. Он уже в полном психологическом расстоянии, боль. Я не смогу общаться с волосовым пациентом. А с детьми я играю сначала с ним. Если это ребенок больше 3-4 месяцев, если он понимает, чувствует. Сначала с ними играемся, обсуждаем. Появляем его симпатию сначала к себе. А потом постепенно уже начинаем обследовать пациента. Но есть такие пациенты, которые недоступны к... Они не всегда спокойно стоят. Представляете, есть мезокоментозное лечение. Мы их успокаиваем, а потом полностью обследуем. Я, по-моему, взрослый труднее, чем дети. А как проходит обследование ребенка? Сначала зависит от возраста пациента. Сначала мы его физическое обследование делаем. Потом делаем кардиограмму. Полностью обследуем его сатурацию во всех перифериях, в ногах, в руках, на ушках смотрим. А потом делаем эхокардиографию. Общие данные на кардиограмме, физическое обследование и эхокардиографию. Ставим диагноз, из чего он состоит, это его проблема. Вы детский инвазивный кардиолог. И поэтому интересно, когда вы прибегаете к инвазивным методам? Значит так, я на ваш вопрос совсем под рукой остаться подошел. Если нужно поставить диагноз лечения этого ребенка, как будем его лечить? В данное время лечение врожденных пороков сердца только радикальное. Если этот порок есть, надо его вылечить. Для медикаментов он знает, лечения врожденных пороков сердца нет. Я это с восклицательным знакомым говорю и буду говорить. Кассажиры в нескольких местах врожденных пороков сердца лечат лекарствами. Например, у тебя четыре пальца, одного нет. Или они прилепли. Как ты можешь его лекарствами это открыть? Некоторые врачи, пациентов врожденных пороков сердца лечат какими-то лекарствами. Это лекарства я не могу рассказать, это абсурд просто. Врожденных пороков сердца это дефект. Это есть или нет? Есть, его надо лечить. А лечить, радикально лечить. Например, открытие какое-то или сужение где-то есть. Его надо открыть или хирургическим, или закрыть пластикой, дефектом. Или комплекс проблем врожденных пороков сердца. Это уже радикальная хирургия. Но этим лекарствами невозможно. Плод поправить в нормальном состоянии. Испорченный плод. Но надо лечить. Как будем лечить? Это уже другой вопрос. Лечение радикальных врожденных пороков сердца 30% в данное время. 30-35% уже инвазивная детская кардиология взяла в свою сторону. Остальное уже врожденных пороков сердца 65-70% еще остается на хирургии. То есть инвазивные детские кардиологии мы лечим, открываем все сужения сердца, закрываем все отверстия сердца, дефект межпреседной перегородки, дефект межулочной перегородки, закрываем, закрываем батальный проток, открываем все сужения входов и выходов из сердца. Это стеноз легочной артерии, стеноз аортального клапана, аортокуартация и других порожденных пороков сердца. Лечим уже комбинированные пороков сердца. Например, у ребенка есть три порожденных пороков сердца. Например, дефект межпреседной перегородки, дефект межжелудочной перегородки, хоть и батальный проток, и сужение легочного клапана. Это все в одном сеансе инвазивного лечения, эндовосправленного лечения можно сделать и делаем. Раньше это, до нашего возвращения в Азербайджан, это делали открытым хирургическим сердцем. А это большая травма ребенку, семье, бесплодное лечение хирурга. То, что делаем в данное время, хирург уже занимается классификационными проблемами, трудными проблемами уроженного порока сердца. Доктор, а вот, допустим, вы где есть сужение, справили, если есть где-то отверстие, отверстие закрыли. Что потом? Этот ребенок может считаться полностью здоровым? Полностью нормальный. Он может бегать, прыгать, он будет расти, как и все другие дети. Хоть космонавтом. Он полностью здоров? За один сеанс? За один сеанс. Простите, сколько минут? В зависимости от операции. Ну, максимум. Час-полтора. Минимум 20 минут. У меня самая маленькая. Я за время не слежу во время операции, но статистика. Вышел и зашел. Минимумно операция дефектора межпреседной перегородки у меня продолжалась 16 минут. То есть, зашел, и ребенок сам лег на стол, ангиграфический стол, и сам встал, и все. У меня в отделении есть символ. Я уже неврожденный порог сердца. Это лого моего отделения. Я уже неврожденный порог сердца. Я нормальный ребенок. Ребенок пришел, больной, ушел в здоровье. И сам уходит. Если он уходит, если его возраст позволяет идти, он сам уходит. К сожалению, но трудно вести эту профессию в Азербайджане, потому что некоторые люди еще не доверяют нашему специальности. Потому что много идут неправильные информации детской кардиологии. Например, мы закрываем все отверстия с определенными инструментальными помощью медицинской индустрии. А это оборудование может со временем упасть. Это оборудование может со временем вылететь. Это оборудование, если у ребенка сердце есть, вы не сможете сесть в самолет. Такие-то эфологии происходят. То есть, это все неправда? Конечно, нет. Это индустрия, это медицинская индустрия, которая в загранице уже около 45 лет есть во всем мире. В Никарагуа даже хоть это делают. Хоть в Самалии это делают. Представляете? А, к сожалению, здесь это неправильная информация со стороны врачей. Именно со стороны врачей дают боли. Ты ни в коем случае не иди на закрытие эндовосклерозного лечения дефекта межпредседренной перегородки. Потому что они тебя там закроют окклюдером, зонтиком, этот дефект. Со временем она улетит. Или ты не сможешь зайти в маркет, или там XR аппарат, которые себя проверят, ты никогда не сможешь. Ты никогда не сможешь сделать себе МРТ. Такие неправильные информации дают родителям. Так, конечно, родители уже, хоть не хотят, у них появляются сомнения. А потом у нас появилась очень большая проблема. Это негативная информация, неправильная информация. У родителей сначала убрать, потом дать им доверие, чтобы они поняли, что это такое. Показать реальные факторы на основании пациентов, которые у нас были в архиве и есть, которые живут, который уже ребенок, уже 16 лет, он чемпион мира по тэквондо. Даже так? Я его в 3 года закрыл, дефект межпереседной перегородки, в 3 года, а сейчас 16 лет не даю имя. Он очень известный человек в республике, чемпион мира по тэквондо. Ну, следующие мои два вопроса будут о перспективе лечения сердечно-сосудистых проблем у детей. Вот вы сказали, 30% инвазивной кардиологии берет на себя. Но может ли быть когда-нибудь инвазивная кардиология настолько будет расширена, что она возьмет большую часть на себя? Я в данное время член очень больших двух международных ассоциаций по инвазивной детской кардиологии. Это ПИКС, Педиатрик Интервьюрс Кардиолог Симпозиум, это американский, ВССЯ, это европейский, Кожня Структа Интервешн, там учитель этого конференции, сабмита. Если так пойдет, мы уже 50% заберем у хирургов лечение врожденных порогов сердца, около 50. Но больше мы не сможем, по моему расчету не пойдем, потому что есть такие врожденные пороги сердца, которые эндовосклерное лечение не в данное время, может со временем все изменится, потому что эта индустрия очень сильно развивается. Там специально оборудованы должны, которые мы употребляем во время операции. Если в будущем это тоже появится, почему-то и нет. Но это будет очень полезно для экономики страны, это будет очень полезно для развития ребенка, потому что, например, мы лечим пациента, если, представьте, его грудь открыть, сделать общую хирургию, хоть на скалках эта операция была, чтобы удача, у него ребенка есть травма, физиологическая, психологическая травма. Кто будет знать, что это ребенок в будущем будет кем-то. И поэтому это еще на открытой хирургии идет очень большая сумма экономических расходов. Она инвазивна почти одна треть. Это тоже экономическая поддержка страны, развивающих страны. И поэтому в данное время эндовосклерное лечение детей очень сильное во всем мире, не только в кардиологии, развивается, чтобы убрать лишние расходы на открытых сердечных операциях. И время. Например, я сделал операцию сегодня, у меня была сегодня одна операция, я вышел, сейчас у вас, после вашего выступления я пойду опять в больницу, пересмотрю ребенка, и завтра он пойдет домой. И все, на все, все. Был порог сердца, а сейчас уже нету. Абсолютно здоровый ребенок. В 12 часов, до 12 часов у него был порог сердца, а после операции, которую мы провели около пол первого, он уже нормальный ребенок. Еще последний вопрос. Может ли быть, когда-нибудь будет какая-то технология, чтобы исправить порог сердца в утробе матери? А сейчас уже есть. Утробное лечение прожженных порогов сердца есть, но только в Америке. В Америке лечат сужение аортального клапана. Беремище 36 недель эндовосклерным методом открывается стеность аортального клапана в утробном состоянии. А как вы думаете, когда эта технология придет в Азербайджан? Я не знаю. Это совсем другой вопрос, совсем другая тема обсуждения. Для этого нужна очень-очень сильная развита твоя команда. И когда я был в обучении в Америке, в Чикаго, в Раши, я эту команду видел. Видел этот антографический зал, видел это оборудование. Это просто фантастика. Для этого нужна очень сильно развитая команда. Очень сильно развитая команда. Которая состоит из нескольких профилей врачей. И потом этот центр должен быть такой, чтобы... Позволить себе всю технику, да? Да. Спасибо за то, что пришли к нам в студию. Не за что. Я благодарен, что вы пригласили. Мы здесь немножко обсудили актуальных вопросов. Ну, дай Бог, то, что желаем помочь детям в будущем, что они... Мне только одна цель, чтобы дети... Я уже не врожден в порог сердца. Это символ нашего отделения. Много пациентов пользоваться этим методом лечения. Моя только цель состоит. Спасибо. Вам спасибо. Я хочу напомнить, что на наши вопросы отвечал детский инвазивный кардиолог Эльно Риманов. Не болейте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому